Всем доброе утро, всем шалом. Наша недельная глава ИТРО. Ну, это очень серьезная глава. Там говорится о том, как мы, еврейский народ, получил Тору на горе Синай. Представляете, какое событие, то есть центровое событие. То есть еврейский народ долго шел к этому. И, наконец, это случилось, и еврейский народ стал тем, кем он стал. Ну, то есть и стал еврейским народом после этого. Вот. Ну, 10 заповедей, которые мы услышали. Ведь это, собственно говоря, основа всего мироздания. То есть то, что мы должны делать, чтобы нам было хорошо. Вот. Ну, вот я как бы сказал, мы слышали, вот есть вот такой философ, вот, и психотерапевт Ефим Свирский. Он, кстати, у меня в друзьях в фейсбуке. Вот. И он говорит, что все мы, все наши души, ну, там присутствовали. Просто, ну, мы это не помним, не знаем, вот, не можем, ну, почувствовать, но наши души это знают. И он даже, вот, создал такую методику, там, введение, там, в систему расслабления, гипноза, там, вот. И люди вспоминают свои прошлые жизни и как они, ну, стояли у горы Синай. Ну, представляете, вот, ну, я, наверное, не хотел бы этого знать. То есть, ну, если эта информация скрыта для людей, ну, может быть, это лучше. Ну, тут каждый, как бы, сам себя выбирает, что он хочет, что нет. Вот. Ну, значит, получение Торы. То есть, Тору называют деревом жизни. Вот. Ну, в Мишле и так и сказано, что Тора – дерево жизни. Вот. И, ну, вот, Орахаим пишет, что, собственно говоря, ну, в райском саду в Адеме было только одно дерево. Дерево жизни. Все остальные деревья – это, ну, как бы, были отростки, вот, от этого дерева. То есть, ветки. И после того, как Адам совершил ошибку, которую он совершил, он изменил реальность. И, то есть, все эти ветки стали отдельными деревьями. И стало очень много информации, которую, ну, нужно усваивать. То есть, это уже разразненная информация. То есть, не так все, ну, просто и цельно, как было в самом начале. Вот. Ну, Раши вот пишет, что, ну, дерево жизни, оно было в центре. В центре Эдемского сада. Ну, что мы должны из этого учить? Что, вот, если, ну, Тора, вот, дерево жизни, будет в центре нашего сознания, ну, в центре нашей жизни, то тогда вокруг будет Эдемский сад. То есть, вокруг нас тогда все будет хорошо. Посмотрите, что сейчас творится. То есть, ну, смотришь новости. Вот, я нахожусь на Украине. Ну, какое-то безумие. То есть, ну, еще, наверное, год назад мне бы кто-то бы сказал, что это может происходить. Ну, я бы не поверил. Как бы, ну, взрываются бомбы, ну, в центре Европы, да. То есть, отключение электроэнергии, там, люди мерзнут, стираются целые города. Ну, то есть, это, ну, какое-то разворачивается такой сценарий, ну, вроде бы очень плохой, прямо на наших глазах. Но ведь сказано, что, ну, Бог не творит зло. То есть, как бы, зло – это отсутствие добра. То есть, когда мы в нашей жизни все меньше и меньше, как бы, уделяем место, где находится Всевышний, это место занимает зло. Вот и все. То есть, мы сами, как бы, творим нашу жизнь и сами тоже являемся соавторами всего, что происходит. Ну, вот, такую я хотел донести свою мысль. Вот. Поэтому всем нам добрейшего утра и хорошего дня. И чтобы весь этот год был замечательный для нас. Вот. Как вначале говорят, сладкий Новый год. Ну, уже Новый год давно был. Ну, все равно, чтобы этот год был для нас сладкий, чтобы не было, чтобы прекратилось вот эти все войны и вот этот хаос и потрясение земли, то, что сейчас происходит, да. Вот. И, наконец, чтобы, ну, Тора заняла центровое место в нашей жизни. И тогда, с Божьей помощью, все будет хорошо. Шалом. Субтитры сделал DimaTorzok